МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тишина. Вот к чему мы стремимся. Люди разучились молчать. Возникает пауза и становится неловко. Пытаются чем-то ее заполнить. В таких случаях обычно говорят, что тихий ангел пролетел. Да. И забывают, что ангел всегда рядом с нами. Скажите, дети тишины — это секта? Нет, это не секта. Нет. Просто встречаются люди, близкие по духу. И для чего они встречаются? Разные причины. У нас есть бывшие наркоманы, люди, пережившие личную драму. Вы их лечите тишиной? Ну, мы их лечим. Любовью. А это как? Молча. У нас завтра праздник будет. Вы приходите к нам, и сами все увидите. Будете агитировать? Нет, мы никого не агитируем. Но, если нашими идеями заинтересуются… Да. И такие люди есть, и их немало. У нас в студии звонок. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Днень и завтра устроят акт самосожжения. Что, простите? Завтра будет массовое самоубийство. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Это правда? Ну, конечно же, нет. Мы нерелигиозные фанатики. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. С нами был руководитель общины Дети Тишины Георгий Каракаш. Мы прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мы можем отдать это дело ФСБ, они давно это с чекто пасут. Но такой хороший повод для сотрудничества редко выпадает. Будем дружить домами? Для начала надо будет съездить вместе с ними на это сборище Да не бойся ты, не будет там никакого самосожжения Ну, ФСБшники по-другому считают Но… Кто у них руководитель? Капитан Марков И уж, пожалуйста, без конкуренции Это всех касается Как вы поняли, ситуация непростая Два ведомства, непонятная субординация Так что тогда приедем на место Только зря время потеряете Это там написано? Здесь Что еще пишут? Что на сходке будет много женщин и один мужчина Интересно, а почему не наоборот? Потому что, Лида, вот ты в карты играешь? Да, в дурака, в бур-козла, в верю-не верю Вот поэтому А, то есть вы хотите сказать, что женщина не способна? Да и мужчина не всякий Для большой игры, а каракаш – хороший игрок Что нужно? Наглость и самоуверенность Везение надо Терпение, воля и… И много свободного времени Дисциплина Игра на большие дистанции не терпит суеты А вы, милые дамы Кстати, о дисциплине Время Ай, пора ехать Валяйте, спорим, что вы вернетесь-то ни с чем? Спорим На что? Только предупреждаю, я под столом покорекать не буду Лида, я не извращенец Только на один поцелуй, идет? Сережа, развей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До встречи Спецтрит, положи ставку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Походу, все точно так, как говорил Фраид Одни бабы Правильно, потому что нормальный мужик в этом участвовать не будет Не надо мне? Ну, ладно Слушайте, а странно, что она вас выбрала Просто я у них доверие вызываю Простите, выкараблены? Да А вы? Марков Андрей Валерьевич, там в СБ Че дело? Шестой уровень играю Пиццу себе заказал Не вздумайте там ничего пробовать Я так и быть оставлю вам несколько кусочков Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиди там, в тепле Нет, спасибо Дайте пройти Вы разве не видите, это же шарлатан О, началась Че, за своих баб спрятался? Иди сюда Женщина, не мешайте мне Пустите Дайте, пройду я к нему Они из-за тебя детей попросали А ты что творишь, а? Собака Я тебя убью, скотина Не мешайте Отойдите Иди сюда Иди сюда Иди сюда, подонок И сюда иди Трус Оставьте Сволочь Сука Гуру не доделан, а? Попадешься ты мне еще И это все? Праздник удался Ну ладно, сворачиваемся Не хотите зайти погреться, здесь кафе недалеко? Вы нас самоделом приглашаете? Да, ну в смысле, надо все обсудить Че тут обсуждать? А с вами просто на долю Ну как, хорошо повеселились? Да Повеселились, жрать охота Повеселились, жрать охота Кстати, я проиграла Целоваться сейчас будем? При всех? Нет, я стесняюсь Найдем для этого более подходящий случай Когда останемся наедине Ок Угощайтесь О, шо, с этим Каракошом мы, конечно, лжанулись Не мы одни, Марков тоже А кто у нас Марков, я забыл? А Марков у нас, капитан ФСБ Да, который, между прочим, всю акцию не сводил в глаз С подполковника МВД Ну еще бы это кратичный чехол У вас, женщин, все средства для обольщения хороши Хотя ты действительно выглядишь простуженной Еще кусочек Слушаю Нет Выезжаем А может мы с Каракошом-то не облажались? Рядом с площадью, на которой мы только что были, найден труп мужчины У него полный карман этих, сектантских буклетов Поехали Петриченко Игорь Андреевич Деньги на месте, карточки тоже Удар был нанесен сзади, тяжелым тупым предметом Смерть наступила почти сразу Написал? Вот, нашли в кустах Иван Николаевич, упакуйтесь Добрый вечер Здравствуйте Ужасный повод, я согласен, но я так рад вас видеть, правда Купидон растерял свои стрелы и начал швыряться камнями Правда, иногда он промахивается Простите, а вы кто? Не обращайте внимания, это наш консультант Роман Фрейдин Консультант Главное украшение этого тела Животные и незрелые в половом отношении лица, как сексуальные объекты Да, вот это настоящий творческий подход Слово, сказанное в тишине, звучит громче Молчание Похоже на эти сектантские праздники, как на работу ходил А я его понимаю, там же молоденькие барышни тусовали, хорошенькие, наверное Не в вашем вкусе, точно А откуда ты знаешь мой вкус? Я думаю, наш убитый был вербовщиком Агитировал народ в секту Ну, похоже на то Заманивать женщин в секту может только мужчину А что у нас с телефоном? Ну, мобильный украден, а домашний… Домашний щас проверим Игорь, это Нина Позвоните, пожалуйста Это очень важно Я жду вашего звонка Голос дрожит, девушка, похоже, волнуется Да, согласен Вы слышали, что к концу разговора она перешла на шепот? Так вот, я думаю, что она не вербовщик Это секс по телефону То есть? Что вы услышаете? Он издевается над вами Найдите Нину Вот теперь, я думаю, нам с вами есть что обсудить Нам с тобой тоже Привет! Зашел, Нину? Я так спать хочу, вообще Спасибо Кому кофе сделать? Мне Тоже не выспались? О, да Разве можно выспаться рядом с красоткой? Интересно, она догадается сделать двойной? Неужели она не изучила еще ваши вкусы? Здрасьте Нину нашли Угадайте, где? Двойной С сахаром Существует восемь основных принципов контроля сознания Один из них — это отсутствие личностных качеств у членов секты Давай, 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 давай Да? Давай, давай, давай Давай, давай, давай Сереж Скажите, пожалуйста, сам-сам-сам Вот синий цвет, ваш любимый. Я просто к тому, что вам бы больше пошел Белый или Кобальт, потому что синий — это слишком тяжело для думающих. Что вам надо? Нам нужна Нина Савельева. А, я думала, вы тоже к наставнику. Вам туда. Тоже. Это значит, до нас здесь кто-то был. Ана Николаевна. Говорю же вам, я этих мужчин не знаю. Странно. А нам известно, что вот этот Петриченко был вашим агентом. С чего вы это взяли? С потолка. Анна, знаете, ваш консультант… Да, он всем действует на нервы. Здравствуйте. А я думал, у него стальные нервы, а еще чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Позволите? Как вы думаете, почему этот индивид напал на вас? На наши праздники приходит много разных людей. А этот мужчина был просто пьян. А-а-а. А почему все ваши последователи — женщины? Ну, наверное, потому что это лучшая часть человечества. Согласен. А можно с ними поговорить? Боюсь, что сейчас это будет проблематично. Тихий час, что ли? Угадали. Время – тишина. А, помню, помню. Молчание и громче слов. Я читал в вашем буклетике. Я тоже люблю японскую поэзию. Помнишь, как у Ясунария Кавабата? Девушка сидела и била барабан. Бам-бам, 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 бзинь-бзинь, бам-бам, дзынь-бзинь. Тихий час. Плохо каракаш в женской психологии разбирается. Угу. Зато в коммерции хорошо. Психодиагностика, тантра, йога, арт-терапия. По вопросам оплаты обращаться к… Мечта. Слушай, вот что мы с тобой всякой херундой занимаемся? Основали вы секту. Стабильный бизнес. Да. Девочки. Здравствуйте. Да прибудет с вами сила. А у вас тут, я посмотрю, целый подпольный цех. Это все на продажу? Не, я не понял. Так вы продаете это или нет? Я дочке своей хотел купить. Возьмите так. Мы шьем это для наших детей. А не проще ее в магазине купить? Мы не хотим, чтобы наши дети играли в фабричные игрушки. И еще… Дайте угадаю. А еще вы не даете им смотреть телевизор. И они не знают, что такое компьютер. Сдорово! Я бы хотел своему ребенку это все запретить. Но жена… А вы пригласите ее к нам. На занятия. А меня чего не зовете? Вообще-то, здесь только женщины. Я один наставник. Кстати, я читал в ваших объявлениях и не нашел. А вы тантрический секс практикуете? Давно вы женились? Да, сплюнь-то. Заметил? Налицо все признаки харизматической секты. Есть лидер. Есть устав. А фанатизма нет? А, чистая коммерция. Для каракаша, да. Для женщин нет. Думаю, это любовь. В смысле? Прямо. Я думаю, что он спит с доброй половиной здесь баб. Да ладно. Один со всеми. Это же вам не покер, но гостоловый. Святого не трогай. То есть, вы это называете тантрическим сексом, да? Ну, я не настаиваю на слове «тантрический». Скажите, а у вас бывают мысли к женщинам не порнографические? Бывают. Видите, латонические. Да не смотри ты на меня так. Не было у меня с ней ничего. Пошутил я. Это какого черта? Да. А ты не будь таким ревнивцем. Здрасьте. Здрасьте. Вон, посмотри на этих женщин. Кстати, какой там номер комнаты у этой Нины? Что же это такое? Сиди мои. Больше нет уже с тобой. Мам, хватит. Ты, Господи, никаких на тебя нет вообще ни в наказание, ни в ничего. Дай-ка фотографию. Подержи. Ты у нас сегодня ранимый. Трогательный. Мама, я не могу здесь. Я не могу, Господи, ты же заказала, Мама. На шухере. Остаешь. Ты не кричай, ты меня никуда не пойду. Я никуда не пойду. Ходи, я тебе говорю, одевайся и уходи, а ты, Господи, Мама. Добрый день. Продолжайте, продолжайте. Кто вы? Я? Ну, в принципе, неплохой парень из следственного управления. Тоже добрый. Меня можно не бояться. Честная российская. Вы же не виноваты в том, что его не любите. С чего вы взяли? Я очень уважаю и люблю нашего наставника. Вы в глаза не смотрите и по имени его не называете. А вот взгляните на фотографию. Кто это? Это тот, кто меня привел сюда. Его же убили. Кто? Ну, этого мы пока не знаем. Но зачем вы звонили ему в день убийства? Ты мне ничего об этом не говорила. Что ему еще от тебя надо? Ну, я вижу, вам не нравится, что она с вами. Она же недавно в секте. А знаете, я вас понимаю. Одно дело делить мужиков с посторонними бабами, другое дело собственной дочери. Да что ж вы такое говорите? А вот здесь кого видите? Узнаете кого-нибудь? Кого? Нет, не узнаю. Ну, как же. А вот этот агрессивный алкаш, который нападает на высокодуховных особ, ваш муж и ваш отец. Они обе боялись выдать себя, поэтому и сбегали смотреть на фотографию. Я уверен, рубашка принадлежит Каракашу. Кажется, мы что-то здесь пропустили. Наконец-то. В комнате Каракаша был произведен обыск, была найдена окровавленная рубашка. Мы думаем, что это кровь Петриченко. Это вряд ли. Почему? Не станет Каракаш разбрасываться окровавленными рубашками. Он педант и чистоплюй. Видели? Сам-то он весь в белом ходит. Что вы хотите этим сказать? Что эта подстава довольно грубая. А вы что нашли, Роман Витальевич, между медитациями и походами по сувенирным лавкам? Нина Савельева узнала на фотографии своего отца. Тот самый алкаш, который чуть было Каракашу, его чакры не вырвал. Он мог убить из мести. Мать и дочь в секте. Блестящий вывод. А Каракаш стоял рядом и вытирал своей рубашкой окровавленные руки убийцы. Разрешите? Там Каракаш, я на допрос приведу. Спасибо. Отлично. Мы отправили рубашку в лабораторию. И как только выяснится, что кровь на рубашке принадлежит убитому, нам придется вас арестовать. А вы не думаете, что мне ее могли подкинуть? А у кого-то был мотив вас подставлять? Вот только не надо медитировать. Статья 239 УК РФ. Организация объединения, посягающая на личность и права граждан. Он тебе нравится? Кто, Каракаш? Нет. Марков. Ты же на него все время смотрела. Ты ведешь себя, как последний дурак. Отлично. Дуракам везет. Мы знаем, что вы никого не убивали, но вы идеальная фигура для обвинения. Вы что, с пять лет? Я задам вам один вопрос. Кто из ваших людей отлучался с площади во время праздника? Да. Не знаю, у меня было не до этого. Попробуйте вспомнить. Представьте себе, вы снова на площади. Закрываете глаза. Звучит музыка. Звучит музыка. Все стихает. Музыка стихает. Вы открываете глаза. Кого нет рядом? Помню, кто-то приходил, уходил. Тьфу, чьё отсутствие вас удивило? Он никого не убивал. Ты ставишь мне в неловкое положение, он капитан ФСБ. – Я ему не подчиняюсь. – Ты подчиняешься мне. Что-то мне твой кашель не нравится. Дай слюбку. Голова болит? От тебя в основном. Если ты будешь разговаривать подобным тоном с Марковым, я не смогу… Роман, мне только что звонил Марков. Я вас предупреждал. Нам нужно не ссориться с ФСБ, а сотрудничать. Ну что, я похож на сумасшедшего. И потом ссориться с человеком, у которого такой волевой подбородок. Извините. Приму к сведению. Таким образом, все эти женщины связаны через одного мужчину между собой. Они вместе дают отпор внешнему миру. Мало того, они еще и приносят выгоду. Ну, а что в этом плохого? Они же должны на что-то жить. Эти разговоры о полегальных, раз и для мужчин. Не только. Мужчина обязан оплодотворить как можно большее количество женщин, потому что он отвечает за сохранение вида. А женщина осуществляет внутреплеменной отбор. Поэтому вас больше беспокоит не количество, а качество потомства. Хорошо. Все дела заводны. Хоть что-то хорошее. Ну да. Только выбор должен быть правильным. А каракаш неправильный? У его наложниц нет выбора. В секте нет ни одного мужчины старше 16-ти. Ну, конечно. Зачем вы молодые конкуренты? Ну, она тут, кажется, видел одного. Вполне такой полумозрелый. Интересно, как его зовут? Нирвана. Курт Кобей. Курт Нелав. Вы кто? Максим Чернецкий? Да. Мы следственного отдела. Ваш руководитель Аристона по подозрению в убийстве. А это чьи художества? Это я в детстве рисовал. Талант. А я вот в детском садике только Ленина из учебника перерисовывал. Ну, я вижу, что с духовностью вас здесь особо не парятся. А что ты здесь делаешь? Может быть, ты метишь на место Каракаша? Это ведь ты его подставил? Я? Да вы что? Это моя мама, она плохо понимает. Я же не знал, что он остался здесь, из-за своей матери. Водитель где-то застрял. Не волнуйся, никуда не денется твой водитель. Музыка. Ты с ума сошел? Он сейчас выгонит отсюда. Да перестаньте. Здесь воняет дешевыми благовониями эта дорогая голландская сигара. Садись. Музыка. Похвались. Ай, мне больно. Так должно быть. Ты мне руку что-то прижечь хочешь? Пори, крати истерику. Я ищу покупку пунктурной точки. Кажется, здесь. Кажется? Это старинная китайская метода. Лечение локальным теплом. Будет немного жечь, но завтра будешь как новенькая. Ты заботишься обо мне, что ли? Нет. Мне просто не нравится, когда кто-то рядом хлюпает носом. Отвлекает. Какое ж ты чудовище. Что ты на меня так смотришь? Заметила, ты больше не кашляешь. Может быть, благодарность, дружеский ужин. Вау, вау. Мечтай. Мы подняли бухгалтерию. Все женщины добровольно отдавали вообще, ну, все свои сбережения квартиры. А еще они шьют детские игрушки и сдают их в детский магазин. Не схватить его за задницу. Легально все. Бумаги, налоги. Неплохо устроился. Мало того, что имеет их, еще и использует как рабочую силу. А меня лично интересуют его счета. Несколько дней назад все деньги со счета были сняты. Может, вербовщик шантажировал Каракаша, и он его убрал. А что говорит сам Каракаш? Говорит, что это были добровольные пожертвования. Вы не верите бескорыстно в женщины? Я думаю, что каждый мечтал стать для Каракаша единственной. Все-таки у всех мужчин мания величия. Не у всех, у меня ее нет. Ну да, у сильных мира сего ее не бывает. Обычно подобная секта существует по одному и тому же принципу. Много женщин, один мужчина. От всех по возможности, от него по готовности. А если наоборот? Можно кофейку? Одна женщина много мужчин? Ну, типа, да. Да что же вы делаете-то, а? Смотреть надо. Давайте, давайте я помогу. Вот здесь начинает работать средневековый эффект прекрасной дамы. Спасибо. Горячий не обожглись? Да нет, он еле теплый. Вот салфетки. Обрати внимание, все как один, в едином порыве. А может быть, вам дать мы? Да нет, спасибо, спасибо. Эксперимент удался. У нас наметился лидер. Наша дама смотрит на него благосклонно. Обрати лучше внимание, как я на тебя смотрю. Как начальник на подчиненного. Иначе не по уставу. Товарищ начальник. Если ты сейчас не заткнешься… Лида, Лида, Лида. А вот теперь наступает твой звездный час. Аудитория у твоих ног. Ну. Я просмотрела видео с праздника. Каракаш не отлучался с площади ни на минуту. Вуаля! А чему вы так радуетесь, а? Теперь придется его отпустить. Самую точку. Вы знаете, какой у меня любимый праздник? День взятия Бастилии. Я привез героя, который напал на Каракаша. Только он с дикого похмелья. Отлично. Тем меньше он будет сопротивляться. Подождите, я с вами пойду. Итак, ваше имя? Савельев Николай Петрович. Я говорил уже. Голос узнаешь? Это вы звонили в прямой эфир? Ну, я. Зачем? Хотел привлечь внимание к секте. А может быть хотели убить Петриченко в суете? Какого Петриченко? Того самого, из-за которого ваша жена и дочь попали в секту. Да при чем тут ваши Петриченко вы? Я сам во всем виноват. Баба у меня тогда появилась. Жена терпела, терпела. Не мог он его убить. Слишком сильный комплекс вины. Да почему вы так уверены в его правдивости? Он пьян. Не контролировал свою мимику. Я ему верю. А я ему не… Сейчас, извините секундочку. Да. Что? Каракаш найден мертвым у себя в комнате. Я Анечке доложу. Вы же не против? Не против. В желудке найдено большое количество вещества, стимулирующих сексуальную активность. Ну, еще бы. Такие нагрузки. Превысил дозу. Сердце не удержало. А не могли его отравить? У лекарства специфичный вкус. Такое в чай не подмешаешь. Это кто-то скормил ему целую пачку. Кто-то кому он мог доверять? Или кто имел свободный доступ к телу. Таких, как мы знаем, полсекты. А дети-то у него остались? Зачем вам это знать? Мы все его дети. Нина! Вы одна без мамы. Она отказалась прийти на похороны. Все сработало. Но вы же пришли в секту только для того, чтобы ее вытащить. Как вы догадались? Я так старательно притворялись, что влюблены в Каракашу. Да, приходилось притворяться, чтобы она испугалась за меня. Ни одна мать на свете не допустит, чтобы ее дочь стала одной из десятка наложниц. Она сначала обрадовалась, что я пришла в секту, а потом испугалась. Может, фотографии мои детские так подействовали? Вы показали себя ей маленькую. Отличный ход. Возьму новое у Жени. Да, она долго на них смотрела. Потом запретила мне ходить на эту тантра йогу. И я поняла дело, сдвинулась. Гениально. Сами догадались, Илья? Ну, теперь, в общем-то, все равно. Пойдемте. Не понял. Его называли Ангелом. Он выводил людей из сект. Ангел. А мы думали, это он подсказал вам идею с мамой. Да. Но все оказалось напрасно. Каракаша нет. Без него секта и так развалится. Что, у него нет нормальной замены? Была. До недавнего времени. Конечно. Как я мог, сразу не сгадаться. Спасибо вам. Следствие зашло в тупик. У Савельева железное алиби. Во время убийства Каракаша он сидел в СИЗО. Каракаша и Ангела убил один человек. Ангела? Ну, так звали убиенного Петриченко. Он помогал людям выходить из сект. Я слышал о нем. Ангел кому-то помешал, его убрали. Вслед за ним Каракаша. Для того, чтобы освободить себе место под солнцем. Максим. Его не было на похоронах. На всякий случай я вызвал его мать. Я сын сегодня ночевал дома. Ну, видимо, сбежал с уматохи из-за пожара. Дело в том… Дело в том… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему? Потому что он сын Каракаша? Каракаша – отец Максима. А чего удивляться? У него полсекты таких детей. Нужно бороться за трон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У меня больше вопросов нет. Зачем было ее вызывать? Бездарно допросить и выпустить? Терпение. Она еще никуда не уходила. Хотите сказать, что она сейчас нас догонит? Да, а если мы пойдем чуть-чуть помедленнее. Еще помедленнее. Три, два, один. Как я раньше-то не догадался. Это она убила. Кто, Нина? Да нет, мать Нины. Зачем ей надо было убивать Каракаша? Она не хотела, чтобы он стал ее любовником. А Петриченко? А Петриченко она просто не любила. Надо сорочно обыскать их комнату. Я уверен, что мы найдем там таблетки, которыми отравили Каракаша. Я за санкции Колчанского. Давай, я здесь подожду. Чего ты шепчешься? А, ну да. А-а-а! Он всегда рядом. Он рядом за вашим плечом. Он за вашим плечом. Ангел рядом. За вашим плечом. Он рядом. Ангел всегда рядом. Я думал, вы меня никогда не найдете У вас отличный слух О! Таблетки для потенций, хорошие, себе я хотел такие же купить впрок Но дорого, да и рано пока Отличная улика Тварь О! Можно врываться! Ты здесь? Ты опять все подстроил? Да, я герой, я поймал преступницу с поличным, она пыталась подкинуть улики Ничего подобного, он врет Вам придется проехать с нами Я сразу понял, что эта женщина не такая уж забитая На всех фотографиях она неосознанно занимала место в центре Но как талантливо она изображала глухонемую Вы знаете, это очень удобно Никто не обращает на тебя внимания Никому и в голову не могло прийти, что я жена нашего общего наставника То, что у Каракаши тут полно детей, оно понятно Но Максим был не просто сын, он был наследником Белии Это было семейное предприятие На мне все финансы, идеологи, ведение счетов А муж был просто приманкой для женщин То есть фактически лидером секты были вы? Ну, вообще-то На эту роль я готовила своего сына Максима Максим вполне мог ускорить свой приход к власти Вот только убийство вербовщика никак не вписывалось в общую схему Но, как только я узнал, что Петриченко и был ангелом Каким-то образом, ангел раскопал всю нашу бухгалтерию Пришлось его убрать И свалить с вину Каракаша Но он убил этого его, зачем? Ну, ваш консультант начал что-то подозревать Каракаша, вернувшись с допроса, обвинил в убийстве меня, начал шантажировать А он ведь давно мечтал от меня избавиться А сын? Ну, Максим очень хотел выйти из общины Я не понимаю Я столько для него сделала Я всем пожертвовала, не понимаю Надо бы это отметить Только не говори, что хочешь провести этот вечер самому Вячеслав Петрович, документы наши Так, хорошо, я проверю Отметьте, это хорошие мысли Вы любите индийскую кухню? Индийскую? Да, я знаю один замечательный ресторан, где можно отметить Поехали Ну, ты представляешь, а я еще ее от простуды спас Ну, разве это не свинство? Надеюсь, ты не станешь им мешать У них, по-моему, что-то наклевывается Зачем? Что здесь, мало красивых женщин Не сдавайся так быстро Помири ли с Сереженькой, закрепи успех Иначе он решит, что ты ручная и послушная В смысле? В смысле, дай ему понять, что он не единственный мужчина в твоей жизни Это как? А пойдем куда-нибудь сходим И не вздумай скрывать это И напиши ему об этом Продолжение следует... Предупреждаем, мы поедим, и я сразу домой Что, я похож на человека, который будет ухаживать за женщиной во время ужина? Да нет, вы похожи на человека, который все просчитывает и не терпит поражения А какое поражение? Я же раскрыл дело Угу, выиграли только празднуют другие Я слышала, как Маркин заказывал столик в этом ресторане Так что, везите меня домой Очень есть хочется Да, вообще-то мне тоже Сначала я просто хотела продолжить дело отца, а потом поняла, что втянулась Вы знаете, Аня, мне кажется, мне кажется, ваш отец мог бы вами гордиться Действительно очень вкусно Ну, тогда, может, десерт Я не ем сладкого Аня, вы знаете, вы только не поймите меня неправильно Мне мой друг недавно привез потрясающий зеленый чай из Китая Высокогородный В общем, твой Сереженька чуть не набросился на меня с кулаками А я не стал его ни в чем разубеждать Очень острям Не могу ли я признаться, что свой долг назад так и не вернул? Так что, я все делал в этом поцелуе? Могу отдать прямо сейчас Ну, знай Время прошло, проценты набежали Поцелуй будет очень долгим Спасибо, спасибо, до свидания Все, больше ни слова, а дела Да я вообще забыла, какая у меня должность Вот моя машина, прошу Андрей, мне на завтра отчет написать надо еще Кораблина Сиди, она и так уже нас видела Какой ужас Подождите Подождите Вы это специально все подстроили? Так, а если бы они раньше вышли? Сухой расчет Они же заказали то же самое, что и мы А сладкое она не любит А слова Кто ни знал, что они не любит АUNТОГО Субтитрыoman